Всем привет, друзья! Духи ЕС нашептали местным политикам-шаманам, что нефть и газ из России – это бяка. Галлюциногенные грибочки фейков делают свое дело безотказно. Весь ясовский политикум кинулся исполнять волю духов, мнение которых с какой-то фантастической точностью совпадает с написанной методичкой американского обкома. Объяснить поведение лидеров европейских государств с точки зрения нормальности невозможно. Это граничит с безумием, и оно заразно. Практически все энергетические трубопроводы в ЕС закрыты. Недавно участь закрытого крана постигла и нефтепровод «Дружба». Таким образом, правящая в Европе банда решила наказать одного из своих непослушников – Венгрию. Нефти там больше не будет. Европейцам осталось каких-то полгода, чтобы попытаться договориться с Россией и решить вопрос о продлении своего существования с гарантированными поставками газа. Но кому это нужно? Оказывается, необходимо всем. Вот только признаваться в этом – это значит поставить себя в один ряд с венграми. К чему приводит, стоят американским интересом, все уже видит. Орбан превратился в изгоя. Ему отказывают даже в правах, которые прописаны в договоре Евросоюза. Никаких дотаций, никаких открытых границ для поставок необходимых стране энергоресурсов, никаких преференций для венгерских товаров и так далее. Похоже, что венгры теперь будут кровно заинтересованы в выходе из Евросоюза, и им остается только ждать, когда образуется венгерско-российская граница. Тогда можно будет восстановить прямые торговые отношения с Россией. А пока европейцы пытаются самым смешным образом освободиться из своей же собственной удавки. Газ по трубе скоро перекроют. Где брать ненавистные российские молекулы, без которых вообще труба? Пока действует договор на поставку газа, но в последний день 2024 года все изменится. Значит, надо что-то предпринимать европейцам. Разговоры о новом контракте с «Газпромом» через посредничество какого-то европейского представителя уже стихли. В ряду претендентов на такое сотрудничество были Орбан и Фитца. Первому уже выдвинули ультиматум и буквально вытолкали за двери европейской политики. Так что ни о какой договороспособности со стороны С речи нет. Выходы находят просто уникальные. Например, можно взять газ в Азербайджане. Ух ты, как интересно. Нет, газ-то там есть. Вот только такого количества добывать физически невозможно. Зато можно продавать. И, если Азербайджан готов такие поставки делать, то Европа готова переплачивать за тяжкие труды переименования российского газа в азербайджанский. Наблюдатели за исполнением санкций против молекул должны окриветь на оба глаза и не замечать превращение «Газпрома» в соцсер. А что еще делать-то? Промышленность и так на последнем издыхании. Благосостояние народа падает, недовольство масс растет. Кризис буквально революционный. Верхи все больше не могут, а низы все больше не хотят. Европа должна быть полностью зависима от поставок энергетического сырья от США. Тогда ею можно управлять в ручном режиме. Ничего удивительного не произойдет, если в конце года даже найдется какая-то страна в ЕС, которая захочет стать прямым участником нового контракта с «Газпромом» и арендует трубу на несколько лет, чтобы продолжить получать газ из России. Иск на 15 миллиардов долларов, как немцы вступили в глупую схватку с «Газпромом». Представьте себе картину, немецкая компания Uniper, словно капризный ребенок, подает иск на 15 миллиардов долларов против «Газпрома». Да-да, вы не ослышались. Немцы решили, что могут выкручивать нам руки, не платя за газ по новым условиям, которые, кстати, они сами же и потолкнули. Все началось с того, что Запад и Европа, как в лучших традициях бабушкиных сказок, решили вести санкции. Ну, а что, думали, что можно обойтись без наших ресурсов, взяли и наложили санкции. Только вот не учли одного – газ-то нужен. Очень нужен. И тут появляется наш мудрый лидер Владимир Владимирович, который предложил простой и изящный выход – платить за газ в рублях. Логично, не правда ли? Если у вас заблокированы валютные платежи, почему бы не перейти на родную валюту? Реакция немецких партнеров, но немецкие партнеры решили, что они умнее всех. Унипер, заключившая контракт на 20 миллиардов кубометров газа ежегодно, отказалась платить в рублях. Представляете, это четверть всего потребления энергии в Германии. И что же они сделали? Правильно, отказались платить, думая, что газ будет продолжать течь по трубам просто так. Конечно, «Газпром» мгновенно прекратил поставки. А что вы хотели? У нас нет таких обязательств – обеспечивать Европу бесплатно. Это вам не благотворительность. Теперь давайте взглянем на Унипер. Эта компания была на грани банкротства всего два года назад, и ее спасло правительство Германии, влив почти 30 миллиардов евро. Не много ли для спасения компаний, которая не может соблюдать элементарные договоренности? Их национализировали, и в 2023 году они показали хорошие финансовые результаты с доходом около 108 миллиардов евро. Но как только запахло жареным, они сразу же подают иск в стокгольмский арбитражный суд, требуя компенсацию в размере 15 долларов миллиардов. Контракт с «Газпромом» продлевается до 2035 года, но в свете отсутствия поставок газа Унипер планируют его расторгнуть. Почему? Да потому что из-за задержки с платежами в рублях они вынуждены были покупать топливо на спотовом рынке по гораздо более высокой цене. Доклад конференции ООН по торговле и развитию Юнктат вызвал особое раздражение на Западе. По прогнозу ООН, в 2023 году Россия будет одной из немногих стран 20, экономический рост которых может ускориться. И что самое интересное, российскому валовый внутренний продукт пророчит росты в 2024 году. К удивлению экспертов ООН, общий объем российского экспорта газа и нефти, основного источника иностранной валюты страны, не сильно изменился, хотя основной удар санкций должны были нанести по энергоресурсам. Но как бы не воспринимались выводы столь авторитетной организации теми, кто ненавидит нас, а с выводами международных экспертов приходится согласиться. Рост российской экономики в 2023 и 2024 годах предсказывает и Организация экономического сотрудничества и развития. Международный валютный фонд уже трижды в этом году менял свои оценки в отношении развития нашей страны. В январе предполагали, что валовый внутренний продукт вырастет на 0,3%, теперь, сразу на полтора и чуть меньше в 2024. В Международный валютный фонд также пришлось признать, что после всех попыток Запада уничтожить экономику, санкционный режим, как пишет Алмай Адеин, лишь мотивировал Россию адаптироваться к новым условиям, и она с этим успешно справилась. Резко улучшил свой прогноз и Всемирный банк, никогда не отличавшийся благосклонностью к нашей стране. В июне зарубежные аналитики утверждали, что валовый внутренний продукт у нас в этом году упадет на 0,2%, теперь же сходится во мнении, что никакого спада не будет. Прирост к концу декабря составит 1,6%. На следующий год Всемирный банк пророчит российской экономике рост еще на 1,3%. Поводом для столь оптимистичных оценок экономики страны, нагло добиваемой Западом, послужили и официальные данные Банка России. Так, во втором квартале загрузка производственных мощностей, по оценке ЦБ, достигла исторического максимума – 81%. Очень обнадеживающие показатели обнаружились у добывающих и обрабатывающих предприятий, а также в строительстве 77-7%. Аналитики Центробанка отмечают усилившуюся инвестиционную активность и, что еще немаловажно, сегодня фабрики и заводы в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения. Как никогда активно наращивают ударные темпы и модернизируют производство. Институт экономической политики имени Егора Гайдара, отличающийся особой сдержанностью в оценках отечественной экономики, также зафиксировал рекордные темпы ее восстановления. По оценкам аналитиков, и в России лидирует производство бумаги и бумажных изделий, текстиля и одежды, хорошо растет выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, готовых металлических изделий, мебели и электрического оборудования. Речь идет о приросте на десятки процентов, чего никогда раньше в отечественной промышленности с ориентиром на внутренний спрос не было. Словом, российская экономика оживает и не перестает удивлять и наших, и западных экспертов. Оптимистичные сценарии обычно связывают с повышением государственных расходов на нужды и социальные выплаты устойчивостью объемов внутреннего потребления. Но какие бы догадки ни строились, деловая активность в производственном секторе России растет седьмой месяц подряд. И с этим никто уже не спорит, как и с тем, что локомотивы европейских экономик отправлены на запасные пути. Международное рейтинговое агентство Global отмечает, что спад европейского валовый внутренний продукт лишь набирает силу, рецессия становится все более вероятной. Во Франции заявляют об обрушении ее экономики. Британская The Telegraph пишет, что Германия превратилась в самое слабое звено Евросоюза.